Итак, мы встретили непубличного человека, несоветствуя Тимофея Михайловича, который, я так понимаю, активно вёл это дело? Участвовал. Помогал, участвовал. Как минимум активно участвовал. Вот. В общих чертах, какие ваши впечатления? Сложные, так сразу разом не передать. Хорошо. Вердикт... Вердикт суда. Вердикт суда. Ну, я с ним не согласен, конечно, категорически. Вердикт суда. Ну, 310-я статья КАС, которая прям... Ну, это... Часть первая говорит об основании безусловной отмены решений суда. Согласно процессуального закона, к участию в деле должна была быть привлечена городская избирательная комиссия города Красноярска, чего не было сделано. То есть присутствовали представители окружной избирательной комиссии, там, округа номер 4, в количестве двух штук, там, в первом заседании, ну, в суде первой инстанции. И также два представителя было здесь. А вот городская избирательная комиссия, которая непосредственно организовывала выборы, повторные, да, там, или дополнительные, неважно, в четвёртом округе, она не была... Организовывала ее, да. Она все еще организует. Она не была представлена, хотя закон это обязывает. Ну, так вот, ее отсутствие и должно было стать безусловным основанием для отмены решения суда первой инстанцией, ну, и нового, видимо, рассмотрения. Так, может, какая разница? Ну, городская, районная. Вот насколько вообще принципиально? Нет, ну, подождите. Я просто, не все наши зрители в курсе таких деталей, это вот было бы интересно. Ну, одни комиссии, допустим, организовывают выборы, да, в глобальном масштабе, имеют на это полномочия, да, прям организовывают. А вторые, скажем так, их реализуют на местах, то есть, ну, где-то там в районе, на районе, значит, говоря. То есть, одни контролируют, вот городская избирательная комиссия, она контролирует ниже стоящие комиссии, как то, в том числе, окружная избирательная, исполнение законов, обеспечение прав граждан, избирателей, порядок реализации прав, порядок реализации, там, избирательных прав, в том числе. Вот и получается, что сегодня Елизарева обжаловала решение окружной избирательной комиссии, которое суд первой инстанции оставил в силе. Ну, для того, чтобы, опять же, ну, как объяснить? Одним словом, суд первой инстанции уже должен был услышать мнение избирательной комиссии города Красноярска, которая организовывала эти выборы. Но это мнение не было выслушано, не было реализовано это право, возложенное законом. Короче, всех запутали. Да, я думаю, разберутся. Так, хорошо. Ну, я так понимаю, за одним нарушением последовало другие нарушения. Правильно? Ну, так получилось, что сегодня в процессе заявителю Елизаревой было отказано в ознакомлении с материалами дела. То есть, а при том, что процессуальный закон не содержит, вообщем, возможности ограничивать данное право заявителя. Ну, нету. Заявил заявитель такое ходатайство, и оно должно быть реализовано. Нет. Потом, как обратил внимание один избиратель, в том числе было заявлено ходатайство о видеофиксации процесса, которое, безусловно, должно было быть реализовано, поскольку вопрос стоит о защите избирательных прав граждан, то есть, института, являющегося основой конституционного строя Российской Федерации. Суд счел возможным ограничить неопределенный круг избирателей в праве получать достоверную... Замахнуться на Конституцию? Да. Ну, да, сказал, реализация конституционных права граждан могут быть нереализованы. Я там, судья Жуль, Мирончик и Полынцев, да, мы полагаем, что можем себе позволить. И они себе это позволили, да, то есть, это было реализовано непосредственно по ходатайству представителя средств массовой информации, но через такое ходатайство были ограничены права неопределенного круга избирателей округа 4-го, но и более того, права граждан Российской Федерации, ни один из которых не ограничен в праве получать достоверную и объективную информацию о деятельности суда. Тем более, что суд по определению, как бы, открытый, публичен, осуществляет гласное рассмотрение. Закрытый процесс не объявлялся? Закрытый процесс не объявлялся, потому что к нему оснований не было. Ну, хорошо, ладно, тогда следующий вопрос. А перспективы данного дела имеются какие-нибудь? Или граждане останутся безнаказанными, будут дальше сидеть в артичках своих красивых? Вот. Если говорить об устоявшейся практике в Красноярском крае, да, и последнее заявление председательству судьи, что вы решение заберете в районном суде, если вдруг идти на поводу этой практике, то, конечно, перспективы печальные. Ну, потому что там у нас есть, по-моему, 5 суток на обжалование вот того, что было сегодня. За эти 5 суток Краевой суд, естественно, решение придержит, где-то под столом подержит и так далее. Но, опять же, есть другие инструменты. Допустим, завтра взять доказательство того, что суд отказывает предоставление копии определения, и уже с этим доказательством об отказе предоставления копии идти в Верховный суд или там в Кассацию местного суда. Я вот, к сожалению, не до конца определился. Там для избирательных прав Кассацией является кто? Ну, вроде как здесь. Ну, то есть пободаться можно. Президиум предоставления его суда, да, время еще есть. Родовое поле позволяет. На Кассацию там 2 раза по 5 дней. У нас до выборов как раз 2 раза по 5 дней. Мы успеем. Рекрасно. Ладно, успехов в нашем безнадежном судении. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok